Кремль не платит резервистам и участникам так называемых добровольческих подразделений за участие в войне против Украины. Об этом стало известно из сводки Института изучения войны. Российские власти не платят своим российским резервистам и участникам добровольческих подразделений за службу в Украине. Но тенденция не выплат денег не только резервистам, но и другим российским военным не нова. И причины банальны для Российской Федерации. Я их связываю, в первую очередь, с экономией, то есть я понимаю, что денег там не хватает на всех. Также подтверждает тот факт, что российские власти просто экономят на военных и наличие другой информации. Например, о том, что про неполучение денег стали говорить еще с начала войны. Если сейчас, через несколько месяцев, это можно было бы списать на то, что война затратная и денег становится все меньше, то почему проблемы с выплатами были еще в марте и продолжаются до настоящего времени? Вот, к примеру, еще в апреле украинская разведка делала отчет. В телеграмме, которую направили командиром девяти воинских частей Российской Федерации, выражается возмущение тем обстоятельствам, что российские военнослужащие обратились в центральные органы военного управления с жалобами. Участились случаи обращений военнослужащих и должностных лиц военного управления в центральные органы военного управления, а также в органы военной прокуратуры. Из документа следует, что оккупационные войска недополучают деньги, а вместо зарплаты военнослужащим предлагают дополнительные выходные. К тому же из документа становится ясно, что при проверке личностного состава, который был направлен на российско-украинскую войну, обнаружились срочники, которые оказались в Украине незаконно. Однако в документе, подписанном командующим Южным военным округом Петром Гибертом, нет указания о том, что солдат следует вернуть домой. А вот подобная информация уже за июль. Родственники российских военных и люди, причастные к общественным военным организациям, жалуются журналистам о невыплатах. Вот у меня лейтенант старший нарисовался. Он сказал, что они до 24 февраля были на Украине и никаких денег, кроме денежного удовольствия, им никто никогда ни разу не переводил. До конца мая, пока его не ранили, никто не переводил. Недовольны и сами российские военные. По итогу выплатили только 53 доллара в сутки, с которых вычли 13% за 55 дней. Только за часть февраля и за весь март заплатили и то по непонятному курсу – выгодному управлению бухгалтерией Ростовской области. Доллар в марте был 130 рублей, а нам заплатили по курсу 80 рублей за доллар. Это как? Еще одной причиной невыплат военные эксперты называют присущую российской армии коррупцию. Военачальники разных уровней, полки, бригады – тоже люди. Они хотят заработать на войне. И они пытаются таким образом обобрать своих же подчиненных. Для этого придумываются различные схемы, чтобы избежать выплат для солдат, которые воюют против Украины. Все, деньги выплатили человеку, получил там, пришел домой, не успел даже обмыть их, и пришла исполнительная служба российская, и все сняла в фонд повышения долга, который был у этого человека перед бюджетом Российской Федерации. Также в отчете того же Института исследования войны отмечается, что оккупационные власти испытывают проблемы, которые отягощают наступательные действия. Перевозка боеприпасов, горючего и тяжелой техники в количестве, достаточном для наступательных или даже крупномасштабных оборонительных операций, через понтонные переправы или по воздуху, нецелесообразна, если не невозможно. Также в отчете сообщается и о ухудшении ситуации на Херсонском направлении. Если украинские силы смогут помешать русским восстановить работоспособность любого из разрушенных мостов в течение длительного периода времени, то российские силы на западном берегу Днепра потеряют способность защищаться даже от ограниченных украинских контратак.